больше недели уже skoda стоит без движения вот в чем причина три года назад это случилось видимо она не до конца была порвана чуть-чуть только вот и каждый год все хуже и хуже решил снять оказывается все это полчаса ушло на это время а я все собирался в итоге нашел на разборе за 350 такую штуку и поет завтра собирать ее а так весь комплект там в этом термостате и помпа стоит она встроенная клетчатка ремень в общем весь комплект оригинал стоит 25000 а вот таких новых отдельных вроде нету она идет в комплекте с такой бандурой там в итоге вот попробую бушную поставлю может только резинку сниму стой если уже ничего не получится резинку буду вырезать из какой-нибудь из какой-нибудь резины но за 25000 не готов покупать этот весь комплект зачем пока ездил на своем уазике все это время знал бы что там все так просто в тот же день бы разобрал в общем я снял помпу она же и термостат встроенный в одном то есть я вчера его снял оказывается все быстро снимается вот раз два три четыре пять такой штукой звездочкой то есть снимается быстро шланги отстегиваются все нормально видимо кто-то до меня ковырялся здесь потому что эту заметил герметик красный герметики есть может быть может быть завода это вот эта штука на герметик создалась так вот что у меня туда уме в общем три года назад начала мудить этот отопление по большому кругу ходить начала плохо подниматься температура начала ну зависимости от температуры снаружи и я так думаю что у меня то есть она была порвана чуть-чуть то есть потом второй год уже так вот все больше пропускаем из больше и в итоге она вот в конец вообще уже не грела без картонки то есть приходилось на решетку сверху картоночку ставить вот еще мне смутило вот эта штука я сегодня ездила бушку такую продавали за 2000 в общем вот эту пружинку есть целиковая полностью за две с половиной вот сейчас думаю нужно ли мне это все и в общем у этой штуки что мне смутило у него шток в топлин туда был то есть посажен глубже то есть торчал где-то вот миллиметр четыре совсем три четыре пять но не пять четыре года и меня вот это смутило я думаю я их тоже то тоже продавцов вот этот вытаскивается я пробовал там ковырять там какая-то внутренность неровная непонятная в общем то ли резинка там не самому интересно она завальцована вот так вот латуневая я вот думаю может быть там что-то тоже такое и просто она уже в негодность пришла то есть может вода попадала туда антифриз попадал и внутри что-то разрушилась потому что вот эта пружинка она от температуры высокой там 90 градусов она сужаться начинает она то есть то есть он нажимается вот так вот вот так вот она делается вот таком положении и открывается соответственно и идет по большому кругу через радиатор а вот эта штука мне непонятно то есть она завальцована еще раз говорю да и вот эта штука до конца не заходит вот почему и обратил на это внимание почему она них у них не хочет почему мне это нужно чтобы она заходила чуть глубже так же как у других но мы с другими сравнивали цифры и они не совпадают в общем загадка я в общем столько проехал 30 километров туда туда мне пришлось ехать через весь город они в конце там промзоне разбором занимаются в итоге черняковки там в жопе короче и что-то засомневался я пришли приехал сейчас и отмыл их тут в раквине у себя на даче и опять ставлю а меня еще вчера это смутило то есть резиночка встает например да и мы вот так вот он же должен плотно закрывать или нет я не знаю конечно как устроено может он не до конца должен закрывать как клапан то есть он еще широкий стал огромный болтается то есть вот 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 у него посадочное место вот ямочка мы туда его ставим вот так вот вот все видите и он не закрыл ему надо вот вот он не закрывает вот ему надо вот этому штоку еще зайти внутрь то есть зажать зажать то есть он должен углубиться упереться вот в этот бортик вот эта резинка должна быть но так как она широкая она широкая и еще то есть этот был заклиненный видимо вот три года назад раз мудить начал видимо резиночка не давала она как бы вот так закусила ее и не давала клапану закрываться и он в таком режиме полуоткрытым видимо прикипел там внутри он уже привык как бы в этом состоянии и вот он не работает вот я уходил разработать пробовал стучал то есть вот эту штуку я выдергивал вот вот так вот ставил от металл и бил то есть она все равно не заходит ну иголка что-то тоньше этой штуки заходит глубже прям до конца мне очень интересно как она устроена внутри что там вообще внутри есть мы уже делали на эту skoda запчасти сами это же из латуни эти были там под клапаны эти были втулки были потому что там клапаны лучше у 14 турбовой skoda клапаны самые тонкие и от других машин не подобрать то есть там 4 миллиметра к лапан или 39 вот но мы сами вытачивали тулови эти какого втулочки латунь я купил тут на металлобазе то что было два поэтому посмотрел по температуре выбора то особо не было на свой страх и риск в общем вытащили отдали на завод на шлифовку они там я вывели все хорошо мотористу отдал он их посадил одна у меня клапанная втулка осталась вот а так я ухожу от тем просто а так у меня до этого когда я хотел купить этот клапанной втулки их в общем не было и не будет типа и они продаются с блоком то есть клапанами там и сухарики и что там еще там ну вот блок в общем клапаны этот с пружинками 120 тысяч стоило на тот момент это было где-то четыре года назад вот и решили сами изготовить ну ничего получилось масло не жрет теперь почему я менял потому что на говне на плохом масле ездил предыдущий хозяин на кастроли по гарантии и клапаны эти как его клапана подтерлись то есть у них они еще тоньше стали и пропускали через этот как его ну и люфт был клапан вот так болтался и потом вот этот какого-то клапанную втулку эту латунную тоже раздолбал этот и там тоже стерлась но видимо вся эта гарь слетала сверху тем более тут мне впрыск другой сажа накапливается наверху и кастрол вообще категорически нельзя только ликвимоль или матюль что-нибудь такое который не горит ну ладно вот в итоге вот я сейчас ищу и тут есть одна за два с половиной тысячи такая либо вот такая одна штука только за 2000 тоже был и все это будет сейчас поеду вот сравню ну в общем он не хочет закрывать но тут еще один есть клапан вот сейчас я его буду разбирать смотреть как он вообще там какое состояние вот меня смутило в общем ну так он встает сюда вот здесь встает а эта часть туда то есть и но не закрывает чего вот видно зазорчик должен туда прям внутри заходить я думаю плотненько прям зажимать пружинка толкать должна значит а куда если за 2000 значит это он есть вот ну можно попробовать рискнуть как это все будет работать резинки я поснимал кто-то тоже лазил здесь уже потому что герметик какой-то красный ты и не только красный вот очень герметик присутствует слева и чуть-чуть так намазали ладно сейчас будет разбирать ну тоже вот снял сидит клапан это же вот от приоткрытый приоткрытый резиночка может быть ты должно так приоткрытым быть может нет ладно поехали дальше все до перла до меня как это снимается я пробовал выбить его надо крутить просто чуть-чуть он будет легко очень ничего страшного нету все снимается вот эту штук уже поменьше торчит то же самое да вот поменьше он торчит видите вот разница сейчас я вот эту снимаю так должен выйти вот он тоже в один в один я его сейчас поменяю с этим по-любому меняется вот и теперь я эту ставлю сюда и она у нас как раз уже резинка будет зажимать вот что и следовало ожидать сейчас я подсвечу фонаричком видите вот здесь вот целая часть осталось вот смотрите вот она заходит все уже зажимает уже хорошо что-то вот с этим не то ладно сейчас мы поедем купим такую же так вот так вот можно и поменяли местами нет там что же будет открыть тогда еще дальше разбирайте что-то делать остальное виду из видео скину только тогда когда уже соберу и расскажу получилось ли у меня спасибо всем так ни хрена подобного остальное видео я решил сейчас записать еще продолжить сейчас я уже опять кое-что для себя понял ну то есть поработал в общем и следующее видео будет уже когда я поставлю да вы то я добавлю сюда в общем что получилось вот эту штуку я вытащил отсюда то есть она она у нас стояла то есть я с нее снял резинку вот она резинку снял так так с нее резинку снял потом снял вот эту штуку а вот она и поставил на ту которая не закрывалась который сломанного и вот мы проверяем здесь мы ставим сюда отверстие ловим смотрите она плотно прям закрывает щелей вот на выходит даже ведь как вот это мне нравится она прям утопилась прям внутрь вот заподлицо мне нравится вот это то что она так вот так она должна быть эту резиночку я сняла коса на один в просто у них разница то есть есть чуть-чуть вот вот в этой штуке туда вот конструкция другая она покороче получается сама конструкция пружинка она отвечает для другой штуки не знаю обычно 21 термостат стоял там на жигулях то есть висел на шлангах там и все а здесь встроенный я сперва думал ну нахерена встроенный а на самом деле так то удобно встроенный тут и помпа то есть при желании можно и помпу выпрессовать то есть но вот эти продаются отдельно просто вот все остальное пластик потом можно насобирать сюда то есть ну я думаю помпу можно выпрессовать при желании отчет сюда вот надавил она и вышла там же подшипник же сами поменял и все вот сейчас поеду в общем а потом видео запишу то есть мне сейчас надо будет найти либо всю комплект взять и посмотреть именно по штокам как они вообще себя ведут это я еще хочу прокипятить вот этот который последний снял вот отсюда который с ней с ней все нормально было вот ее хочу прокипятить посмотреть как она работает на сжимание потом и это прикипятить хочу уже снова и со всей этой как она работает просто я эту кипятил вот эту штуку когда ну давайте вот так сделаем же было здесь вот так вот это было здесь только с раздолбанной резинкой в общем когда я кипятил ее она сжалась прям видно был как она вот так вот прям жалось а ее достаю и под холодную воду и она не разжимается понимаете она клинит вот это вот это как как бы тоже плохо то есть и не дает вот это вот шток вот он как-то вот связано надо но потом я распилю когда такую же приобрету и ее аккуратно у меня токарка есть и и развальцую и посмотрю конструкцию внутри может там тоже какие-нибудь пружиночки не знаю что там такое интересно конечно потому что этот шток сам тоже как бы ходит еще то есть пружинка сама ходит разжимается сжимать и шток еще выходит то есть я думаю что он так ходит да так что еще так ну тут в принципе все понятно герметик надо будет сейчас просить какой-нибудь для таких целей промазать вот что еще хочу то есть так как резинки уплотнились уже то есть они выглядывают плохо изнутри я не знаю как вы конечно на это что скажете я хочу внутрь проложить нитку такую толстую обувь подшивают вот хочу нитку продолжить два-три ряда вот герметиком туда намазать полностью потом эту штуку засунуть чтобы она выглядывала чуть больше чем до этого то есть потому что она заподлицо я ну если будет больше выглядят это же хорошо она как бы прижиматься будет вот вот и герметиком я думаю так сделаю может быть и просто герметиком сделаю протекать будет так я опять придется разбирать и все это смотреть именно ниточкой и здесь тоже самое у нее тоже такая же резинка вот повсюду здесь точно такая только больше вот она резинка это но они же сухие стали как бы уже поджались а надо чтобы они длиннее были вот что еще ну чё принципе тут и ничего такого любой человек может это разобрать и поменять тут ломаться нечему вот эта штука либо резинка либо клинит это либо резинка дохнет либо клинит тут принципе вообще не страшно ребята делайте сами вот сейчас капец конечно цены вот на бушку две тысячи против за эту штуку я нашел за две с половиной вот этот комплект там по-любому два таких должны быть но один я точно видел потому что он когда его разбираешь он сразу выпадает а второй то он внутри встроен вот здесь вот его еще дальше разбирать надо вот посмотрим пусть будет тогда отдельно я продам эту вот здесь вот отверстие есть внутри вон видимо туда попадает этот какого-то сольчик и он смазывает его так что для смазки или нет в этом месте тасол то не ходит нет же ремень тогда туда надо будет не масло накапать до то водницы типа шприцом туда что-нибудь накапаю на всякий случай я и печку разбирал сам внутри салон тоже стукнешь по панели он срабатывает но щетки в общем залипают разлипаются то есть это же все просто у нас магазин электроник есть в уфе там все купил что там все купил две щетки купил пришел паяльник надо и все они распаиваются там все просто тоже ничего такого страшного все хорошо там все на застежках отстегивается снимается вот еще есть эти как вот так что с вентиляторами отдел понравилось то есть там все можно исправить здесь я тоже посмотрел все тоже все очень просто все можно тоже исправить вот единственные цены за это 2000 не знаю я да за это 2000 это дороговато я думаю ну цены сейчас такие чего для для нас тем более это вообще все сейчас дорого будет и skoda не знаю как и дальше это все содержать раньше все проще было вот и и машин ты покупал вообще в два раза дешевле в три раза даже можешь сказать в два с половиной раза сейчас вот это 2000 она в таком расстоянии типа 50 тысяч пробежала машина ну не они говорят то вот не знаю это 225 пробежала вот это это может кто-то еще до меня перемотал ее я как бы 2 но машин нравится до чешка шкода хорошенькая такая на 14 turbo если знать масла нормально все ухаживать то это а кстати вот что ну в общем давайте закончим вот это штуку короче сейчас пойду на забирать либо такую возьму за 2000 либо за 200 половина себе весь комплект возьму разница посмотреть на что у них а вот те самые втулки которые изготавливали сами то есть я купил пруток такой там два вида было вот один выбрал забыл же как называется давно было напилил их на кусочки сам на своем токарнике боялся делать потому что у меня опыт нет такого я сама учка я таким стариком специалистам у них и токарники там много они тоже по грубому все сделали вот обработали все а уже все чтобы такое гладенькое было и внутри то все шлифованы был его размер в размер прям тоже микроны это уже они отдавали на шлифовку вот мне одна штука оба обходилась на 300 рублей вроде одну одну сделать 50 это вообще это по сравнению тем что несколько говорили блок купить и там вот такие штуки уже стоят и клапана стоят и пружинки стоят и сухарики и маслосъемные колпачки ну вот такой блок в общем знаете да все это там стоит вот 120 тысяч это был четыре года назад вот я думаю ну ну там не то что думать просто я бы контракт на двигатель купил бы и все просто поставил ну вот так вот в общем это сами делали здесь купил я пилил и все делается в общем не все но принципе все можно сделать углубляться не будем всем пока удачи